всем привет меня зовут мария мироневич и вы на канале как похудеть сегодня мы с вами приготовим постное меню на целый день мы приготовим завтрак обед ужин и еще к ужину будет простой и вкусный салат так что давайте скорее готовить на завтрак у нас замечательные вкусные кексики постные конечно же со смородиной как всегда все очень просто скорее включайте вашу духовку на 200 градусов начинаем сухих ингредиентов здесь у меня смесь белой муки цельнозерновой разрыхлителя и щепотки соли муку конечно же я просеяла следом добавляю 75 грамм обычного сахара и 15 грамм пакетик ванильного сахара вот такими самыми легкими движениями с помощью ложки венчик даже не нужен перемешиваем сухие ингредиенты теперь нужно добавить 50 миллилитров растительного масла без запаха перемешиваем завариваем наше тесто я добавила 200 миллилитров кипятка и все хорошенечко перемешиваем вы видите все легко можно сделать с помощью самой обычной ложки очень удобно следом добавляем в наше тесто 100 грамм ягодок смородины я их предварительно смешала с крахмалом ягодки у меня замороженные я их не размораживала все хорошо перемешиваем для того чтобы ягоды распределились равномерно теперь раскладываем наши будущие постные кексики формочку я наполняю на две третьих потому что кексики наши поднимутся будут пышными вкусными и невероятно ароматными из такого количества ингредиентов получается 8 вот таких красивых кексов ингредиенты как всегда в описании под видео отправляем кексы в духовку разогретую до 200 градусов на 25 минут я отправляю где-то на полчасика полчаса прошло кексики приготовились еще 10 минут я им дала остыть как вы видите замечательно поднялись видны ягодки так что давайте скорее доставать наших красавчиков из формы просто посмотрите какими они получаются красивыми нарядными и очень очень смородиновыми кстати вы можете использовать любые ягоды которые есть у вас в наличии не обязательно смородину можно взять чернику голубику в общем любые ягодки либо добавить клюкву будет очень вкусная с медом мне просто не терпится разломить этот сочный красивый вкусный кексик вы просто посмотрите какая красота ждет нас на завтрак аромат просто на весь дом приятного аппетита завтрак мы с вами приготовили теперь пора заняться обедом обещаю он будет опять простым и очень вкусным и что немаловажно в пост он будет сытным и содержать в себе белок только вчера на прямом эфире вы спрашивали что же приготовить с нутом и я думала что он у меня кончился а сегодня в морозилке его обнаружила и мне пришла идея сварить супчик с нутом и конечно поделиться с вами и таким постным рецептом начинаем готовить масло я уже налила на дно кастрюльки она у меня разогревается а в это время мелким кубиком нарубаю лук загружаю лук в кастрюльку масло уже разогрелась пусть лучок у нас золотится половинку морковки нарезаем сначала на вот такие тоненькие пластинки а затем нарезаем морковку меленьким ярким кубиком соединяем кубики морковки со шкварчащим лучком перемешиваем и оставляем пассероваться овощи на среднем огне еще у меня есть две средних картофелины нарезаю сначала тоже ломтиками картофель я еще дополнительно разрезала вдоль и теперь нарезаю его вот такой некрупной соломкой или брусочками вот так аппетитно выглядят овощи самое время хорошенько поперчить добавляем картофель его большое количество потому что супчик постный должен быть густым и сытным теперь заливаю водой воды у меня ушло 1 литр накрываю крышкой и варю на среднем огне до полуготовности картофеля картофель почти готов засыпаем нут ну то у меня 150 грамм он нам нужен для сытости супчик как вы видите получается густой и сытный то что нужно в пост и еще добавляю мою любимую копченую паприку супчик будет очень ароматным осталось всего лишь присолить конечно же делаем это по вкусу теперь накрываю крышкой и оставляю на пару минут для того чтобы все вкусы и ароматы смешались наш густой и сытный постный суп с нутом готов он получается невероятно ароматным благодаря самому простому ингредиенту это копченая паприка и естественно благодаря своей густоте вы после такого обеда долго не будете чувствовать голода и сможете делать все ваши обычные привычные дела и чувствовать себя отлично ну и конечно обязательно посыпаем супчик зеленью самый лучший источник витаминов этой весной приятного аппетита перед тем как мы с вами начнем готовить ужин делюсь с вами полезной ссылкой это целый плейлист постных рецептов там есть и завтраки и обеды и ужины рецепты выпечки в общем все что необходимо для того чтобы ваше постное меню было полноценным и разнообразным ну а теперь давайте готовить ужин морковку я разрезаю на две половинки и нарезаю ломтиками ломтики я разрезала еще пополам и нарезают тоненькой соломкой отправляем пассероваться в разогретое масло масло я нагла 2 столовые ложки одну луковицу я нарезаю тоненькими полукольцами еще у меня есть 250 граммов молодой капусты и я ее тоненько-тоненько нарезаю кастрюльке у меня уже закипела вода отправляю лапшу удон это пшеничная лапша в кипящую подсоленную воду лапшу удон нужно варить без крышки около трех минут всегда смотрите инструкции производителя также вы можете сварить обычные спайгетти будет тоже очень вкусно морковка выглядит просто замечательно добавим к ней лук полукольцами и хрустящую молодую капусту теперь конечно же наша задача перемешать овощи для того чтобы они равномерно поджарились овощи уже почти готовы самое время заправить отправляю 5 зубчиков чеснока это на мой вкус опционально можно совсем без чеснока еще добавляю перчика немного солю тоже по вкусу и добавляю 2 столовые ложки соевого соуса теперь конечно же все перемешиваем сейчас я готовлю на самом маленьком огне буквально минутку дала соусу впитаться в овощи теперь добавляем лапшу которую я предварительно промыла так написано в инструкции и наша задача все хорошенечко перемешать для того чтобы все вкусы и ароматы смешались вот такая красота запах чеснока соевого соуса наполнил мою кухню нас будет просто шикарный и тем не менее постный ужин добавляю две столовые ложки кунжута будет очень очень вкусно еще немного перемешиваю накрываю крышкой и оставляю на две минутки для того чтобы все вкусы смешались и чтобы лапша пропиталась соком овощей и соевым соусом а теперь пока наша лапша немного настаивается перед ужином для того чтобы она была безумно вкусный и ароматный мы с вами обязательно приготовим салат потому что ужин без салата без овощного блюда у меня никогда не обходится и салаты мои всегда простые мы будем готовить салат из самой обычной и доступной всем морковке я готовила целых три рецепта из моркови большому количеству людей они понравились поэтому ссылка вот здесь другие варианты смотрите обязательно и конечно пробуйте а мы с вами приготовим самый простой салатик за пять минут или за три приготовление салата мы начнем со вкусной заправки я добавляю две столовые ложки растительного ароматного нерафинированного масла две столовые ложки соевого соуса щедрую столовую ложку среднеострой зернистой горчицы и чайную ложку розового винного уксуса вы можете использовать самый обычный яблочный будет тоже очень вкусно теперь остается все перемешать для того чтобы получилась заправка для нашей вкусной и очень нежной морковки 3 морковки я натираю на самой крупной терке добавляем немного зелени для того чтобы наш салат был вкусным и очень полезным и красивым и отправляем нашу вкусную ароматную заправку и все тщательно перемешиваем отправляем наш морковный салат без чеснока и без даже постного майонеза в салатник и вот такая быстрая красота и вкуснота к ужину из самой обычной морковки пока мы готовили салат наша лапша настоялась аромат просто восхитительный на всю кухню и если вы никогда не пробовали готовить лапшу либо самые обычные спагетти или макароны с молодой капустой обязательно это сделайте это очень вкусно просто и я уверена вы полюбите это блюдо раз и навсегда приятного аппетита я просто счастлива что поделилась с вами сегодня не просто рецептом а целым меню состоящим из завтрака обеда ужина и салатик мы с вами тоже приготовили как вы видите все продукты самые простые доступные и в пост тоже можно питаться и нужно обязательно питаться разнообразно для того чтобы наш организм получал все необходимые вещества надеюсь моё меню вам очень поможет если это так обязательно оцените нашу работу и поставьте лайк нам будет очень приятно мы правда очень стараемся над созданием каждого видео для вас чтобы оно было интересным ну и конечно вкусно вот здесь появится еще наши новые полезные интересные и обязательно вкусные видео с вами была весенняя мария мироневич хоть сегодня у нас в астрахани шел снег я желаю всем любви добра и солнышко